Девчонки, всем привет! Сегодня мы снова распакуем мои покупочки с Wildberries. Здесь будут просто разные вещи, которые мне понравились и которые я уже давно хотела себе заказать. Поэтому оставайтесь со мной, не забудьте подписаться и давайте уже начинать. Первое, что мне уже не терпится открыть, это утепленное платье. Да, очень необычно, потому что раньше такого у меня еще не было. Оно в таком коричневом свете, хотя можно было взять черное, но я подумала, что это будет как-то слишком скучно. Ой. О, посмотрите, нам в подарок положили сережки. Правда, мне не очень нравится этот цвет, но все равно это очень прикольно. Это платье состоит из двух частей. Во-первых, это само платьишко, оно такое облегающее должно быть. А второе, это просто утепленная кофточка, которая накидывается сверху. Мне не нравится то, что по всему платью торчат вот такие вот нитки, нужно будет все это обрезать. Честно говоря, это платье вызывает у меня какие-то смешанные эмоции, потому что вроде бы как оно мне нравится, но при этом как будто бы оно выглядит как-то слишком дешево. Вот эти вот непонятные лямки, которые у меня очень большие. Это кофта, которая постоянно как-то непонятно сползает. Без вот этой вот накидки это платье точно не стоит носить, потому что оно выглядит просто вот очень некрасиво. Но если вам все-таки понравился этот фасон, то, наверное, лучше взять черный цвет, чтобы это выглядело как-то более эстетично. Следующий товар у нас вот такой вот полосатенький в зебру. Это свитер. Здесь нам в подарок положили две вот такие вот резиночки. Это бренд Шиктон. Посмотрите, какой прикольный цвет у этого свитера. Он как будто бы отдает таким немножечко голубым. Вообще, я думала ходить в нем зимой в школу, потому что под низ можно будет надеть какую-нибудь рубашку. Получается, здесь достать воротничок и будет очень даже официально. У него такая мелкая вязка, очень приятная ткань, поэтому пойдемте примерять. Ну что ж, могу сказать, что эта кофточка мне определенно понравилась. Она смотрится очень так ярко из-за того, что у нее такой яркий принт. Логично. Единственное, наверное, я бы взяла ее на размер побольше, как будто бы хочется немножечко более оверсайз. А так, просто кофточка замечательная, мне понравилась. В ней очень приятно находиться, поэтому ставлю лайк. Следующий товар очень милый, потому что он с барашками. Это белый лонгслив, размер XS. Честно сказать, я взяла эту кофточку просто потому, что мне понравился сам принт. Он с вот такими вот... Ага, ничего не видно. Ткань у него очень тоненькая, тоже приятная. Здесь 92% хлопка. И, блин, я думаю, что я точно буду в нем ходить в школу, потому что он как бы белый. И по факту, ну почему бы и нет? Девочки, ну милашно же, милашно. Очень хорошая базовая тоже кофточка. Можно будет надеть ее, например, под какую-нибудь куртку осенью, либо же, например, под ветровку. Короче говоря, советую. Идем дальше. И в следующем пакетике я, честно говоря, вообще не помню, что лежит. Что-то черное. Ага, это снова бренд Шик Тон. Я узнаю его вот по этим вот резиночкам, которые они кладут в подарок. А, я вспомнила, это снова лонгслив. Это размер 42. Я его взяла, потому что мне понравился его необычный крой. Я надеюсь, вам сейчас видно на камеру, что здесь шовчики выполнены наоборот. То есть, они как бы лицевой стороной. Я думаю, что это выглядит прям так стильно и прикольно. Ну и в целом такая базовая вещь, которая подойдет под все. Хочу отметить очень приятную к телу ткань. Чувствуется прям, что это хлопок. Замечательный, необычный лонгслив. Конечно, я бы хотела, чтобы он был более притальный. То есть, еще вот на размер поменьше примерно. Ну а так, знаете, мне очень все нравится. Следующий товар, скажу честно, не мой. Его заказывала моя мама для себя. Но, блин, как бы я его примерила. И мне он просто идеально подошел. Короче говоря, это вечернее супер красивое платье. Блин, я в него просто влюбилась. Во-первых, это его супер красивый цвет. Вот такой вот перламутровый беж. Правда, у этого платья довольно высокая цена. По-моему, тысяч шесть, если я не ошибаюсь. Ладно, пойдемте, я его примерю, и вы поймете, что оно классное. Я не знаю, что здесь особо комментировать, потому что, ну, это просто хорошее вечернее платье, в котором можно пойти как на свадьбу, так и, например, на выпускной, возможно. Хотя, все-таки для меня, для выпускного это немножечко простоватое платье. Но, короче, если оно вам понравилось, то, конечно же, заказывайте. Следующий товар это уходовое средство, а точнее сыворотка и капсулы от прыщей. Да, вот так вот неожиданно они появились в моей распаковке. Я, как человек, который уже давно борется со всякими высыпаниями на лице и постоянно тестирует разные подобные средства, просто наткнулась на Вайлберс на этот наборчик и решила его попробовать. Эти капсулы, как я прочитала, не являются лекарственным средством. Это просто биологическая добавка, можно сказать, как бы такие витамины, которые препятствуют появлению черных точек, высыпаний, устраняют жирность кожи, вот, например, как у меня сейчас, а также помогают в борьбе с постакне. Они предназначены взрослыми детям старше 14 лет, и использовать их необходимо по 1-2 капсулы 1 раз в день во время еды. Минимальный курс 1 месяц. Еще в наборе идет вот такая вот сыворотка, которая содержит салициловую кислоту и также борется с черными точками, высыпаниями. Ее необходимо наносить на очищенную кожу утром и вечером. Консистенция у нее довольно-таки приятная, мне очень даже понравилась. Не оставляет, знаете, такой неприятной пленки на лице. И также указано, что она подходит для всех типов кожи. В общем-то, если вы ищете какие-то средства от прыщей, то могу вам посоветовать этот наборчик. И напоминаю, что все ссылочки на товары из видео будут в описании. Моя следующая покупочка находится в такой вот коробочке, и это шкатулка для украшений. Чтобы вы понимали, я до последнего оттягивала ее покупку, но последней каплей стала вчерашняя ситуация, когда я, чтобы вы понимали, из вот этой вот своей кучи украшений, вот такое вот, да, то есть я как бы пыталась все это распутать, и в итоге я порвала цепочку. Вау, солидненько. Вообще, изначально я думала просто заказать какую-нибудь подставку, знаете, вот эти вот красивые всякие бывают, но потом я подумала, что это, скорее всего, будет более функциональная речь. Здесь у нас два, получается, раздела. Вот так вот они выглядят. Это место для сережек, это для цепочек, это для еще чего-то, я не знаю. Но, в принципе, за такое качество все так очень миленько выглядит. Думаю, что эти деньги я не зря отдала. Далее у нас очень необычная для меня покупка. Это сарафан. Я обычно никогда не носила сарафан, но в этот раз я увидела его, и мне показалось, что он выглядит очень мило. Это размер 42, плюс мне понравилось то, что он выполнен из такого вельветового материала. Почему так ужасно пахнет? У этого сарафана вместо лямок вот такие вот завязочки, которые как раз-таки придают ему всю вот эту вот милоту. Для такого платья плотность очень даже неплохая, ничего просвечивать не будет. Ну, пойдемте примерим, посмотрим. Ну, начнем с того, что это выглядит очень мило и симпатично. Правда, под этот сарафан я бы надела какую-нибудь другую рубашку, например, как у девушки на картинке. Но у меня, к сожалению, пока что такой нет, поэтому надела то, что было. В талии он мне тоже очень хорошо подошел. Чуть-чуть, конечно, большеват, но это терпимо. Очень классная, замечательная вещь, точно могу порекомендовать. Следующая вещь, это снова теплый свитер. Посмотрите, какой он милашный. Сколько раз я за сегодня сказала слово милашный, милый? Раз 500, наверное. В этой кофточке я тоже планировала ходить в школу, возможно, даже без рубашки. Все швы очень плотные, нигде даже ничего не просвечивает. Я считаю, что про эту кофточку не стоит много разглагольствовать, потому что она просто классная, хорошая кофта. С интересным эстетик-принтом. Вот эти вот полосочки тоже придают такую изюминку этому свитеру. Думаю, что с удовольствием буду его носить, поэтому рекомендую. Впервые за сегодня в нашей распаковке появляются штаны, а точнее джинсы. Размер 26, они в сером цвете. Мне очень сложно всегда подобрать под свои параметры подходящие штаны. И я надеюсь, что мне вот эти вот подойдут. Они идут с завышенной талией. И внизу у них есть два вот таких вот разрезика, которые вот так вот подшиты. Ткань у этих штанов очень плотная, ничего не просвечивает. Но при этом я не могу сказать, что они какие-то супер теплые. На осень, на весну как раз таки идеально подойдут. Девочки, можете меня поздравить. Эти джинсы наконец-то подошли мне в талии. Чуть-чуть совсем, возможно, они мне большеваты, но это не критично. Они довольно комфортные, хорошо растягиваются. То есть я не чувствую, знаете, какой-то такой скованности в этих штанах. Я бы в них ходила и в школу, и погулять. То есть как бы очень такие стандартные, хорошие джинсы. Поэтому тоже советую. Этот товар из раздела уходовые средства для волос. Мои волосы, скажу сразу, очень такие непослушные и пушистые. Если их правильно не уложить, не помазать каким-нибудь средством. И, короче, я просто постоянно в поиске каких-то масочек, гелий для волос. Эту маску я взяла просто потому, что мне понравилось ее оформление. О, кстати, она довольно большая. Я думала, что она будет поменьше. Я не знаю, что тут особо говорить, потому что сначала ее нужно просто попробовать. Но давайте хотя бы понюхаем. Может быть, она будет вкусненько пахнуть. Ааа, она вся вываливается. Открывается она, конечно, супер неудобно. То есть здесь прям пленка, она прилипла. Пахнет, ну, очень стандартно. Я не могу сказать, что здесь какой-то есть прям супер приятный аромат. Но консистенция, на первый взгляд, мне очень даже нравится. Короче, буду тестировать. И потом, может быть, либо в распаковке, либо в Телеграме о ней вам расскажу. Главное, не забудьте мне об этом напомнить. Идем дальше. И здесь у меня черная ветровка. Здесь есть вот такая вот симпатичная нашивка. Скажу сразу, этот товар снова я заказывала не для себя. Точнее, вообще не я заказывала. Это Сашина ветровка. Но просто она мне тоже очень сильно понравилась. И я довольно-таки часто в ней хожу. Вот, когда у меня бывает такая возможность. Думаю, что для девушек она тоже подойдет. Вот, нужно просто брать размер поменьше. Ну, посмотрите, как это мило выглядит. Не знаю, мне очень нравится. Как я уже и говорила, я обожаю оверсайз вещи. По-моему, это очень комфортно и удобно. Мне она просто очень понравилась. Я даже думаю заказать себе такую же. Просто на размер поменьше. В общем-то, я еще об этом подумаю. Либо просто заберу Сашу эту ветровку и буду носить ее сама. Последний товар на сегодня. Это снова Сашина вещь. Да. Это вот такая вот супер теплая, огромная просто для меня кофта. Чтобы вы понимали, там просто такой толстый слой утепления. Вот я даже вам не знаю, как сейчас это показать. Она вот прям, знаете, как будто бы на зиму. Из-за этого она еще такая очень тяжелая. Несмотря на то, что она вот такая вот огромная, я думаю, что я в ней буду тоже ходить. Буду тоже ее у него забирать. Не знаю, я ее еще ни разу не примеряла. Поэтому пойдемте посмотрим, как она будет на мне смотреться. Эта кофточка реально оказалась мне просто огромной. Вот как бы у меня рука даже не высовывается. Но с другой стороны, если рассматривать это как очень большой оверсайз, то нормально. В этой кофте я ощущаю себя очень комфортно, потому что она безумно мягкая внутри за счет вот этого вот материала. Но, как мне сказал Саша, этот материал очень сильно оставляет катышки на белых вещах. Поэтому с этим нужно быть поосторожнее. Папишон, конечно, как и кофта, просто супер огромный. Но если вам как раз-таки такое нравится, то 100% ее могу посоветовать. Ну что, девчоночки, на этом эта распаковка подошла к концу. Я надеюсь, что вам понравились какие-то товары из этого видео. И вы тоже себе что-то закажете. Но я вас всех очень сильно люблю. Увидимся в следующих видео. И всем новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok